Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топик Геймс и мы отправляемся на рейд базы Выжившего. Мы на каунте Бухалыча, я не нашел ничего что может быть с глушителем, то есть огнестрельчика с глушителем, поэтому буду использовать свой надбитый всс и вот эту катану. Надеюсь мне этого всего хватит. Заряды С4, топоры, еда, все есть, репутация 197 и я так понимаю что пора отправляться на глобальную карту. Так, немножечко я подзапамятовал и не выложил то что лежит в Чопере после прошлого, в прошлой мести, поэтому вот, ближайшее выложим и отправляемся на глобальную карту, дабы зарейдить того пацана, который нам предложат наши рейдеры, ну или девушку, выжившего. Показать тут события, о, у Мерфи. Мэп, Мэп, Мэрфи, Мэфри, Мэфри, вот так вот. Мэфри, мы идем к тебе. Думаю, что именно так это все читается. Эта база сейчас падет под жутким натиском Бухалыча. Надеюсь, что, конечно, мы не найдем здесь кучу буферных комнат и этот рейд не будет особо тяжелым, но и, конечно же, хотелось найти хоть что-нибудь на этом рейде полезнее. Каменная база это маленький плюс в связи с тем, что, ну, если каменная база, значит парень уже более-менее разбитый. Ага, мы видим, что пикап не лутался, мы знаем, что там веревки, рубаха и... Что? Здесь загорелось. Ну, наверное, это то, что стоит за стеной. Мы видим, часть, конечно, стен тут и каменные, и часть жилетные. Парень реально развивается. Давайте вот так вот сделаем. Сейчас заминируем и посмотрим, что там внутри. Бабах! Произошел, но всю базу мы не оголили. То есть получается, что есть вот еще маленькая комната, в которую тоже нужно взорвать. Всего лишь два ящика. Весь пол, ребят, из железа. Два ящика, не знаю, но... Даже при самых лучших раскладах, все равно этот рейд может быть... Ну, как? Наверное, не будет считаться крутым в связи с только два ящика. Блин. Ну, ничего. Как говорится, что сделано, то сделано. Сейчас отбиваем зомбей, которые здесь пришли. И пора лутаться. Все в железе. Не понимаю, почему ты не застроил. Херандок. Ну, винчестер. Ну, хоть не просто так-то пришли. Хоть винчестером себя побаловали. Я так понимаю, что сейчас нужно брать все. В связи с тем, что здесь больше ничего крутого мы не увидим. Поэтому забираем то, что здесь хоть как-то присутствует. Так. Есть хранилище. Единственное, что можно скрестить пальцы и все-таки ожидать от хранилища хорошего лута. Зомбяти. Ну, сейчас отобьем. Интрига. Даже для себя делаю интригу. Все-таки база Мерфи или Мефри. Все-таки Мефри, наверное. Интрижку, конечно, строят. Вот так вот. Теперь катана. Выстрелили мы наш ВСС. Теперь только катана поможет нам справиться с толпой зомбяшек. Конечно, для него и на оружии не так эффективно против зомбятины. Но что сделано? Сейчас мы будем лутать. О, да, детка. Но не то, чтобы сказать, что идеальный лут. Но надбитый калаш. Микросхема. Надбитые топоры. Мачете. Парень, парень. Ну, ключик. Ну, это, ну, это. Конечно, ребят, возьмем все. Возьмем, наверное, алюминиевую пластину. Вместо травы железо. Что тут еще можно взять? Своё мясо мы съедим. Так. Топоры можно было бы забрать. Несмотря на то, что они надбиты, они тоже крафтятся. Очень тяжеловато. Я думаю, что можно будет их забрать. Но сейчас, прежде чем закончить, конечно же, выложим в чопер часть украденного. Получается, и Сишка поедет. Микросхемка. Карты сержанта. Ну, кто-то говорил, зачем ты берешь карты сержанта? Ну, ребят, за целую зачистку полицейского участка вы получите только 8. Ну, у меня от 6 до 10 карт сержанта. Ну, может, не до 10. Не, ну, мне не падает больше. Мясо. Обязательно. Ну, можно, знаете, что даже, я думаю, забрать с этой базы вообще под максимум все, что здесь возможно забрать. И слиться. То есть, получается, что мы сейчас будем забирать максимум и даже больше. Может быть, где-то здесь есть еще база. Кусочек маленький, на которой стоят ящики. Может быть, это не все ящики, которые... Но нет. Вижу по карте, что нет. Здесь больше никаких строений. Есть только хранилище и зеленый ящик. Так, я так понимаю, что каким-то образом мне поднять бы шум. Можно было бы и древесину забрать, и резиновые изделия. Транзисторы. Наверное, так мы сейчас и сделаем. Но как же поднять шум? Ну, прежде чем нужно залутать пикап. Пикап тоже поднимет шум, потому что он ни разу еще не лутался. Парень начал играть. Вот, смотрите, шкала поднялась. И даже не лутал это все. То есть, то, что начально дается нам в самом начале игры, он даже не пробовал и забрать. Вот этот ножик. По-моему, он должен быть целый. Если я не ошибаюсь. 55 шума. Что можно здесь еще? Ну, деревянных стен я не вижу, чтобы порубить. Ну, тогда будем крушить. Давайте сначала выставим надбитые топоры. И попробуем развалить вот этот вот станок. О, смотрите, неплохо. Не зря развалил. Не зря развалил станочек. 20 железных пластин. Так, что здесь еще есть? Деревянный станок. Деревообрабатывающий, да? И, наверное, что тут тоже ничего интересного, чтобы у нас заметило. Ну, давайте, наверное, вот эту плавильню. Почему бы и нет? Плавильни улучшены вообще 0. 0. Галичок. А что с топором? Топор держится. 77 шума. Именно это я хотел. Сейчас мы отбиваем эту толпу зомби. И быстренько пробуем слить. Ну, поставляем одного в живых. Вы, наверное, уже наезженную схему знаете все. Давно пользуетесь. Поэтому и я тоже буду пользоваться. Почему бы и нет. Вот этого. А, это бегун. Бегуна мы зарезали. Токсический толстячок. Оставляем ему поменьше хп. И теперь просто-напросто нам нужно как-то быстренько. Где мой пикапчик? В пикапчик выложить 4 слотика из моего инвентаря. И раздеться. Успеем, не успеем. Но, тем не менее, сохраняем прочность нашей брони. Херендок. Откинулись. Вас убил токсический толстяк. Вы прожили 13 часов 13 минут. 2.13. Не знаю, это к фарту или наоборот. Но, тем не менее, мы имеем базу. На которой можно забрать хоть что-то. И такой, я так понимаю, вариант нельзя исключать. Сейчас выложим все, что у нас есть в Чокере. То есть, это финчестер и половину уничтоженный калаш. В ближайший ящик. В ближайший вот этот. Вот он. Так, и Сишка тоже туда же отправляется. Мы отправляемся назад. И будем быстренько долутывать то, что там осталось. Похоже, конечно, на базу Читерка маленького. Потому что, ну, начал играть и сходу у него, ребята, не лутанный пикап. Ну, или пацан не знал, что можно этот пикап лутать. И начал играть, играет и как бы наслаждается игрой. Но пикап так и не лутавший. Мерфи, ну... Мефри. Сейчас попробуем, ребята. Попробуем забрать и досточки, и древесину. То есть, все то, что мы... На все то, что мы тратим время в игре. Постоянно фармим уже древесину. Постоянно фармим известнячок. Ну, вот наш толстячок, которому мы без никаких проблем просто отвешиваем знатных, смачных звездюлей. И забираем все, что лежало в моем трупе назад. Назад. Не взад, а назад. Вот теперь уже получше. Теперь, опять же, возвращаемся в Чоппер. Конечно же, вот так вот сделаем, наверное. Обязанное, чтобы не забыть. Забрать все, что здесь есть. Даже воду. Ну, воду можно использовать как средство удаления жажды. Забираем все, что нажито непосильным трудом. Назад к себе на базу. Четыре ячейки освобождаем. И быстрейшим образом долутываем все, что здесь можно взять полезного. Как говорится, к себе домой. Три стейка. Нет, оставляем. Вот резиновые изделия, подшипники, транзисторы и, наверное, парочка древесины. То, что всегда мы фармим, пускай будет. Оно лишним не бывает. Поэтому, ребята, если у вас есть возможность воспользоваться вот таким маленькой уловочкой, то обязательно, ребят, пользуйтесь. Сейчас мы отправляемся до мойки делиться с рейдерами. Несмотря на то, что рейды не максимально удовлетворил мои рейдерские требования, я хотел бы найти побольше огнестрельчика, может быть, какую-то стальную пластинку, может быть, что-то с уникального. Но что сделано, то сделано. Теперь уже назад, как бы, не вернешься. Делюшка тоже, как бы, нужно к ней подходить с ума. Можно дать рейдерам какую-то одну детальку, на которую они будут максимально довольны, а можно отдать им, например, целых штук 20-25 талонов оранжевых. Не спорю, талонов, конечно, у меня много, но не всегда хотелось бы их отдавать. Одной алюминиевой пластины, я думаю, будет достаточно, чтобы, вот, похоже на правду, поделиться. И вот так вот, ребят, закончился этот рейд. Мы забрали ресурсиков, немного огнестрельчика, немного еще больше ресурсиков, и карты сержанта. Всем, ребят, спасибо за то, что смотрели. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Я думаю, что в дальнейшем будут выходить более интересные и крутые видосы. Пишем комментарии. Пока-пока, увидимся в следующих видосах.